Потому что, когда мне говорят о том, что Библия переписана, туда добавлена, люди там начудили, да, половина там уже не от Бога, я смеюсь, потому что если мы говорим о Боге, я всегда напоминаю, если мы говорим о Боге всемогущем, то если Он захотел, чтобы в мои руки попало послание, и если люди там изменили, то Бог не всемогущий. Значит, люди что? Могущественнее Бога. Они взяли Его послание, редактировали, писали, переписали, начудили, наспортачили, и я получил не знаю что. Я теперь должен гадать, что там от Бога, а что нет. И каждый себе выбирает, что ему нравится, от Бога. Что не нравится, что? Люди начудили. Но я понимаю, что если я говорю о Боге, то если Он захотел, чтобы книга попала в мои руки в таком виде, в каком она есть, то что? Она в таком и останется. Если Бог что-то закрыл, в Писании что говорит? Этого никто не может открыть. Если что-то Бог открыл, этого никто не может закрыть. Если мы говорим о Боге априори вообще, это только так. Если люди могут редактировать это и менять, значит, Бог уже не Бог, а просто еще один из людей. То есть это не всемогущий Бог. Он не способен сохранить в первозванном виде то, что Он хочет донести. Поэтому я в этом плане спокоен. Я знаю, это книга Божия. Для меня так. Я принял веру. Я знаю, абсолютно уверен и спокоен. Книга в таком виде находится. И так написано, как Бог хочет, чтобы я ее читал. Чтобы я видел. И вот Иисус пришел. У людей эта книга, которая от Бога. Писание от Бога. Все от Бога. И он вдруг сталкивается с потрясающей вещью. Он приходит и говорит. Он в предании человеческого. Омовение кружек, чаши, делайте многое другое, сему подобное. И сказал им. Хорошо ли вы, что отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисий сказал. Почитай отца и мать свою, и злословище отца и мать смертью да умрет. А вы говорите. Кто скажет отцу или матери. Корван. То есть дар Богу. То, чем бы ты от меня пользовался. Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей. Устраняя слово Божие предание в вашем. Которое вы установили. И делайте много, сему подобное. Много, сему подобное. То есть Иисус столкнулся. Что люди в руках держат что? Писание. Он не говорил, что знаете, что-то у вас с вашим писанием не так. Свитки у вас там понаписаны уже какими-то авторами левыми. Я столкнулся. Нет. Он не оспаривал писание. Писание то же самое. На которое он ссылался и цитировал. Он столкнулся с другим. Что имея это писание, люди соблюдают и исполняют совершенно что-то другое. Вообще другое. Даже противоположное. Вы знаете, вот тут мы подошли к тому, о чем я сказал. Когда я рассматриваю именно конкретно этот случай, я вижу, что побудило людей так переписать. То есть писание осталось. Но трактование, подача и смысл изменены с точностью туда наоборот. И люди сделали так. Что люди сделали? То есть раньше пенсии не было. Пенсии не было. И обычно что? Родители кто содержали? Дети содержали. То есть давали им прописать. То есть какая-то часть дохода выделялась родителям, чтобы содержать их, кормить и так далее. Это было принято, это нормально было. Это как заповедь. Почитая царь, это входит в слово почитаю. Это и отношения, это не злословие, это отношения, это и забота. Но они сказали, хорошо, но мы решили, что еще святее. Вообще, кто скажет карван? То есть человек отклажил, ну пенсионный фонд, скажем, есть пенсионный фонд. И вдруг человек скажет, так, я пенсионный фонд беру, и что? Жертвую храмом. В храм Божий жертвую. Это же Богу непосредственно вообще. Это же для Бога. И они говорят, что кто пожертвует эти деньги Богу, то может не заботиться о своих родителях. Он свободен от обязанностей, заботится. Карван, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. То, что я беру у тебя, ну то, что как бы ты тоже воспользовался, и отдаю Богу. И они говорят, все. И они таким образом устранили заповедь Божий. Причина в этом лежит то, с чего я начал. Попроще, легче, быстрее, дешевле. Вот в этом, вот в этих лежит. Я думаю, где же, в чем же тогда легче? Почему? Это казалось бы, все равно человек в деньгах-то вроде не экономит. В деньгах он все равно, эти же самые деньги он просто в храмах относит. Вопрос в другом. Я заметил, что если людей не кормить какое-то время, они имеют свойство что? Ну, сначала меньше шевелиться, потом лежать, а потом что? Потом вообще, ну, недолго жить. Болеть от голодания и быстро умирать. То есть, как только умирает, то есть, я вообще свободен тогда от любого карвана. Вообще, то есть, мне не надо тратиться. Так звучит страшненько, но на самом деле причина только в этом. Почему люди так охотно приняли такое трактование? Одни его приняли, потому что те, которые в храме засели, как Иисус говорит, на свидалище Моисея вам сели в книжечки фарисеев. То есть, захватили там власть и определенным образом, конечно, эти деньги туда приходили, они были заинтересованы, чтобы приходили деньги. Получается, смотрите, с одной стороны, это выгода, а с другой стороны, тем тоже выгодно. Потому что, если родители долго не живут, то меньше надо что? И заботятся. Вообще-то за свободу. И получается страшная вещь. Почему ни на кого так Иисус не нагадовал? И проклятие изрекал? Вот говорит проклятый, говорит фарисей. Говорит проклятый, проклятый проклятый. Почему? Почему? Потому что именно страшные вещи. Происходят совершенно дикие преступления, а все выглядит абсолютно что? Даже чуть ли не очень даже святенько. Очень даже правильненько. И когда я на это смотрю, я задаюсь вопросом, как же такое происходит? Как такое? Как заповедь? Вот ясно, все понятно. Как люди умудряются взять эту заповедь и что? Перекрутить ее так, что сделать орудьем убийства. И мучений для других людей. Знаете, что есть закономерности. Я не экономист и очень смутно догадываюсь об этих вещах. В какой-то мере, но я понимаю, что деньги являются что? Эквивалентом производимых продуктов чего-то, услуг, товаров. То есть ценность денег определяется что? На каждую единицу что-то производится и делается. И вы знаете, что бедные страны, в них есть две господствующие проблемы. В бедных странах это где? Это преступность и вторая какая проблема, которая господствует в бедных странах. Вторая какая? Преступность и очень процветает что? Коррупция. Чем беднее страна, тем в ней больше преступности и коррупции. Это как заколдонный круг. Почему? И колоссальная инфляция, деньги обесцениваются. Почему? Потому что и преступность, и коррупция делает две вещи. Она делает что? Перетекание денег из одних рук в другие. Не производя при этом что? Никакой работы. Деньги просто переходят, ничего не делают. За этим стоять. Потому что отнять деньги проще, чем их собрать, чем заработать. Отнимать деньги легче. И быстрее, и больше. И потому система отъема денег, она конечно эффективна. Но она делает то, что сами деньги что? Теряют свою ценность. Вот эта психология, страшная психология. Проще, легче, удобнее, быстрее. Можно много, можно добавить еще. Я и говорю, что это список 4, вот и все. Это просто как бы направление. Побыстрее, полегче, попроще, подешевле. И когда люди думают, они понимают, что отнимать деньги проще, чем зарабатывать. И больше можно отнять. Можно столько отнять, сколько отнимать. Почему сейчас схемы мошеннические, так успешные? Казалось бы, они возвращаются. Время от времени, наблюдая некоторые схемы, которые были в моей молодости, они возвращаются сейчас. И причем люди иногда по нескольку разы на дни и на дни те же грабли наступают. Это отказаться. Что ж их вас толкает? Почему вы делаете одну и ту же ошибку, а просто такое понятие халява? Хорошая. На самом деле слово еврейское происхождение и хорошее. Назначает хорошие вещи. Халява. Но люди все хорошее умудряются взять и сделать что? Чем-то ужасным. Мы с вами же говорили, заповедь можно взять, заповедь добра, света и чиста. И люди переворачивают и делают ее поводом к чему? К чему-то ужасному. И вот срабатывает вот это, когда человеку предлагают, что ты заплатив чуть-чуть, получишь очень много. И человек не задумывается, откуда это много берется. Это как в коробку положи 10 рублей, через время открой там 100 рублей. Еще кураха туда 10 рублей. Если там появилось еще что-то, это кто-то туда положил, кто-то заплатил за это, чтобы ты это взял. Она не может там появиться, но люди не думают об этом. Все застилают бы за что. Просто поучение. Проще всегда и легче. И на этом столько людей граблено. Ну, МММ-инвесты, кто постарше, все знают, да? Это было одно из самых крупных. Мир это переболел, потом нас переболели. И это не очень важно, а пирамид, сколько всего существовало. Разных видах. И все равно, всегда, всегда в основе всех мошенничеств, с кем, кроется одно. Халява! Когда человеку предлагают обогатиться легко, быстро и просто. Без усилий, без труда, минимум вложений. А иногда и не минимум, но обещают. Так много, невероятно много. Я понимаю, когда мне предлагают купить дорогую вещь за стоимость мороженого, я знаю, что это недорогая вещь. Да, когда предлагают, с характеристиками кофе-класса. Я понимаю, что это недорогая вещь. Я понимаю, что это мошенничество. Потому что так не бывает. Чтобы сделать хорошую вещь, в нее надо вложиться. И есть ниже уровни, которые не могут. Есть себестоимость этой вещи. И есть наценка на это. Надо понимать, если это ниже, это уже не та вещь. Или что-то с ней не то. Когда тебе предлагают вещь, два-три раза ниже, чем они могут ставить. Потому что, дорогие друзья, проблема. Почему я говорю? Сейчас мы подойдем к главному. Иисус столкнулся. Он столкнулся с тем, что люди взяли заповедь и употребили ее. Опять же, все перевернулось так, как им выгодно. Все перевернулось так, как им хочется. Так, как им выгодно. Проблема в том, что любая заповедь, которую Бог говорит, это духовная вещь. Мои слова, говорит Господь, что он. Суть, дух и жизнь. А человек плотян, он запродан греху. И когда плоть воспринимает, берет заповедь, она все равно ее переворачивает на свою сторону. По-своему. Она употребляет все равно ее для своего. Потому что, вы знаете, есть очень хорошее слово, когда Господь открывает главную проблему. Почему людей не получается. Скажу так. Сейчас я приду, скажу так. Когда я приходил к Богу, я благодарен, что мне проповедовали Евангелие не так, как сейчас часто проповедуются. Не так мне проповедовали Евангелие. Сейчас как проповедуется? Человеку предлагается произнести некую словесную формулу в виде покаяния. Потом объявляют его спасенным. И там, ну, предлагают прийти. Предлагают присоединиться, поучаствовать. И человеку уже говорят, что как бы, ну, все. Как бы, все с тобой нормально. Вот. Ну, людям это выгодно. Это просто. Опять. Это просто. Это не так сложно, да. И в принципе это возможно. Произнести что-то там, да. Приходить. Походить и так далее. И потому сейчас много людей, которые вот так пришли. И куда? И ушли. Я не знаю, здесь не, ну, грубо бы сказать, что в этой церкви перебывало полгорода. Но порядка нескольких тысяч человек в этой церкви, в истории вот этой церкви покаялись. Несколько. Ну, я могу смело сказать. Наверное, счет не на сотни идет. А на тысячи всех людей, которые каялись или как-либо приходили, появлялись в этой церкви. Вопрос в другом. Мне повезло. Очень бы, ну, как. Я благодарен Богу, что мне проповедовали вам или иначе. Не так. Мне проповедовали, да. Покаяться, да. Попросить прощения у Бога, да. Но мне сказали, послушай, если ты хочешь спасения и приходишь к Богу, то вся твоя жизнь изменится. Мирские друзья больше тебе... Не друзья. У тебя больше не будет мирских друзей. Все. Ты с ними не о чем тебе будет говорить и общаться. Ну, там по поводу чуть-чуть парили и разошлись. Разделять ты с ними не можешь. Ты не можешь ходить с ними в бары, в которых ходил. Ходил. На дискотеке ходил. Гулять, развлекать. Все. Это пока... Вот так покаяние. То есть, кажется, это все. Перемена. Писание говорит, покаяние с переменом мыслей и действий. Сегодня людям предлагают покаяние без перемен. Ну, перемены желательны, но никто человеку это не говорит, потому что человек же убежит. Потому что такое покаяние как? Оно трудное. Понимаете, в чем ошибка иногда? Почему без поля? Мы начинали сегодня говорить, что иногда люди прикасаются к Богу, а потом это без пользы происходит. Вроде человек ищет Бога, но никакой пользы у него нет. Потому что, когда в отношениях с Богом люди применяют вот этот принцип попроще, полегче, побыстрее, подешевле, то что получается? Ничего не получается. Еще в этом мире что-то может быть иногда, видимость какая-то какая. Иногда люди в лотереи выигрывают кто-то, один из миллиона, кто-то еще что-то, но с Богом ничего не получится. Но люди так пытаются. И потому я благодарен, что мне так проповедовали Евангелие. И приходить к Богу было очень-очень тяжело. У меня лежала кипа документов. Я был директор спортивного клуба. Юридические деньги выделены у меня были. Чертежи постройки, ремонта выделены. Средства город выделил. У меня все было. У меня кипа документов. Представляете, 20 лет человеку, и он директор спортивного клуба. В 90-е годы, когда только это начиналось. Это сейчас и как Грибов. А тогда это были не единицы. Это были самые популярные, самые выгодные места. Где все. Деньги, все, связи. Все, все, все. Это мечта. Это самая лучшая работа, которую мог себе придумать молодой человек. Это самое. Это все, все твое. Все, ты популяризм. Все к тебе. Все, выделили помещение. В центре города. 300 квадратных метров помещение. Ремонт. Все. Деньги там. 8 тысяч рублей выделило город спорткомитет. У меня все документы. У меня подписи. От всех. Мне осталось сделать одну подпись. Одну подпись. Механическую. Говорит человек. Это военком. Это здание принадлежало военным. Ну, подведомственное. Он говорит. Собери все подписи. Придешь, я подписываю и занимайтесь. У меня одна подпись осталась. А меня тут Бог встретил. Я увидел, что Бог живой. Бог есть. Я увидел. Я увидел. Я увидел, что мертвые могут быть живыми. И человек, которому надо было закопать, он сейчас институт закончил. Женился здоровым метра два. Сейчас уже. А тогда был мальчиком. Пятилетним. Я увидел. Я понял, что Бог есть. И вот я хочу к Богу. И влечет меня эту другую. И у меня вот это. Мечта. Вы знаете, самое интересное. Когда вот в этот год, когда меня Бог нашел, мои вот эти мирские дела пошли как нельзя лучше. Как вообще. Как я даже изумлялся. Насколько все мне просто навстречу. Просто, просто в руки все. У нас была группа людей, онициаторов. Там друг мы со мной. Други мы все это организовали. Мечты там. Планы были невероятные. И я хочу к Богу. И вот я пытаюсь. У меня вот был конфликт внутренний. Вот мы приходим к главному сегодняшнюю. У меня возник конфликт. Я хочу к Богу. Но это будет. Но у меня это. Я пытался совместить. Я пытался с Богом договориться. Я с Ним спорил. Я пытался найти какой-то, ну, компромисс. Я что-то Богу обещал. Я ему говорил, что я не буду вот того-того-того делать. Я буду вот-вот-вот. Я буду деньги давать в церковь. Ну, я там... Но ничего не происходило. То есть я даже приходил. Иногда было там несколько раз на служение. Иногда общался с верующими. Но я чувствовал между их миром и моим миром, что стена. Я не... Во мне не... В них есть та жизнь, которая во мне есть. Когда я приходил на это служение, мне было там тяжело. Потому что во мне другая жизнь. А в них другая. Для них это было как кислородом дышать. Как свежего. А для меня я терпел эти два часа на служении. Я умирал. Я сидел там. Я... Ну, единственное, когда вот встал, мы пели, мне было легче. Потому что Петя молился. Там все молятся. Брови. Я ничего не видел. Я сидел вот так. И мучился там. И я понимал, что это не их проблема. Знаете, хорошо, когда вот... Ну, все-таки Бог дает понимание. Потому что глупость, она обычно настаивает на своем... Это в ком-то проблема. Всегда глупость находят в ком-то. Это они. Я понимал, что проблема не в этих людях. Для них это жизнь. А для меня это не жизнь. И я когда вырывался со служения, срочно бежал в ближайшие, там, где-то, где мы тусовались. И... У-у-у, отдыхал. Там в баре, да, там, в бильярдный видеозал. Хотели там где-то. Вот-вот. И я как отдыхал. Все. А потом опять ушел. Но Бог, я понимал, Бог есть. И я буду величайшим глупцом, если я проигнорировал. И во мне вот такой конфликт был. И вот я пытаюсь прийти. Я хочу, я понимаю, что это спасение. Самая глупость, это приобрестишься, а потерять спасение. Я понимал, спасение дороже всего. Потому что спасение это вечность. А тут несколько лет. Десять, двадцать, три, неважно. Немного. Я понимал, что тут даже не стоит вопрос, что предпочтительный. Несколько лет жизни хорошей, шикарной по плоти. Десять, двадцать лет. Пока не убьют, или пока еще от чего не загнешься. Потому что мои многие друзья, которые продолжили жить, они уже в земле на два метра ниже. Моложе меня. Мои одноклассники. Очень многие в Ялте не пережили этих лет. Вот. И во мне конфликт. Я пытаюсь, я хочу эту жизнь. Я хочу спасение. Я хочу вот эту жизнь. Я понимал, что во мне нет жизни. Я должен родиться свыше. Я не могу родиться свыше. И я мучился. Я мучился, мучился. Я понимал, что... Почему? Потому что это в моей жизни была самая дорогая. Вот моя мечта. И я не могу с этим войти. И пришел момент, когда Бог поставил передо мной вопрос. То есть год где-то Бог показывал мне. Где-то я спорил с ним и мне давал свидетельства. Раз, два, три, четыре, пять свидетельства. В жизни у меня все прекрасно. Меня не заставило Богу идти там, что я был разрушен там. Здоровье потерял. Наркоман, преступник. Нет, ничего подобного не было. Как многие приходят к Богу по причине, что они все уже потеряли. И они только остаются, что только к Богу прийти. Но человек уже сломан, смирен. И он понимает, что он уже никто. Нет, наоборот. У меня наоборот такой рост в этом мире был. Такие перспективы радужные. Голова так там все рисовалась прекрасно. И я понимал, что я не могу войти. И тогда я попросил помолиться за меня. Маму попросил. Я не говорю, а что? Помолитесь за меня, у меня есть вопрос. И она говорит, потом уже когда видение передавала, когда молилась, было видение насчет меня, что я стою перед дверью, на которую вырезан идол. И дверь открывается, а за ней стоит дальше зал большой, огромный, как спортивный. Она же не знала. Она вообще ничего не знала. Матвей, я часто вообще не знаю. Очень много. И слава Богу. Я была так, что мать моя не сдала много в моей жизни. Она считала меня хорошим мальчиком, пусть так и остается. Потому что на самом деле не был я таким хорошим. Но она говорит, вижу спортивный зал огромный, а в центре стоит как трон, в виде идола вырезан. Как вот так, на руках. И я понимаю, в духе понятно, что это тебе как место, как начальник. Ты там как начальник. Я говорит, вообще не знаю, о чем ты. Но он говорит, показывает, что ты... Говорит, и Бог говорит, если ты зайдешь в эту дверь и сядешь на этот трон, то ты больше оттуда никогда не выйдешь. То есть все. То есть Бог поставил вопрос. Я не могу бесконечно. Нельзя бесконечно играть в Бога. Да, испытываясь в Бога. Раз, два, три Бог показывает. И Бог не четко, четко показал. Раз, два, три, четыре, пять Бог ответил. Очень конкретно на мои вопросы, на спорность, что я там пытался. Я понимал, что еще дальше требовать от Божьего мне еще чего-то доказывал. Я уже знаю достаточно для принятия решения. Весь вопрос в том, что... Что? Что я изберу? Вы знаете, очень хорошо, что было трудно. Странно звучит, да? Очень хорошо было, что мне было очень-очень трудно. Чтобы прийти к Богу, мы сожгли, мы сразу с Романом, с моим другом, мы взяли и сожгли эти документы. Для чего сожгли? Чтобы не было согласно, что вернуться. Вот так Богу надо, я понимаю, вот так приходить. И все, и все, и нам никаких мирских друзей, никаких разъединений, никакого этого, все, пришли, пришли. И вот тогда, когда вот так я пришел, вот эта жизнь, она пришла в меня. И теперь я знаю, что этому миру нечего мне предложить взамен этой жизни, которую Бог дал, который родил во мне новую жизнь. И я понимаю, что миру нечего вообще предложить, вообще нечего. Даже не стоит вопрос, ничего нету. Когда дьявол Иисусу предлагал, да, на высокую гору его вознес и показал все царства мира, богатство их, славу, в мгновение уго, да, все обозреть. Говорит, все это мне принадлежит и кому хочу, даю. Дам тебе, если поклонишься. Ты понимал, что даже не стоял Иисус у него, потому что ту славу, которую Иисус знал, и ту жизнь, которую Иисус знал, она никак не сопоставима. Говорю, Иисус отвечает, Богу Твоему поклоняйся и одному Ему служи. Я думаю, я понимаю, дорогие друзья, очень важно, чтобы во мне была эта жизнь. Я знаю, что вот очень плохо, когда мы хотим что-то облегчить. Вот облегчить хотим людям, вот им трудно приходить к Богу, давайте им облегчим. Давайте сделаем церковь похожую на то, что они привыкли видеть. Пусть введем в служение или в общение вещи, которые в мире им привычны, чтобы им легче было к Богу прийти. И мы делаем опять ту же обшипку, с которой я начал. Что когда мы пытаемся облегчить, улучшить что-то и редактировать, и изменить Евангелие, оно перестает работать, оно нет, и так и звучит, нет никакой пользы. Потому сегодня столько людей отступников, которые иногда порой не покарились, покрутились, потерлись возле Бога, даже получили от Бога вещи. Они уже и забыли, что они получили, они даже не помнят. Это как типично, люди забывают, когда отступают. Они не помнят, что они даже, может, живы только благодаря тому, что Бог сохранил им жизнь. И это уже не важно. И люди так говорят. Я когда смотрю, люди по таким пустяковым причинам, что человек перестал служить Бога. И такая чепуха. Те, что огнем жгли, там, железом каленым протыкали. Ничего подобного. Просто что-то там вот не понравилось, ничего-то там человеку не оказали, не так посмотрели, не так... И все, человек пошел, уже все, набижен, уже все. Я думаю, что это происходит? Почему так массово, просто люди так свободно сваливают? Ничто их не держит. Я понимаю, потому что им так, как они легко пришли. Как им было просто. Настолько им Евангелие облегчили. Настолько им облегчили приход. Настолько им сделали все комфортно, чтобы они себя чувствовали, как в своем родном мире. То есть церковь настолько подстроилась под них, что им прийти было легко. Но когда легко так прийти, то что? Легко и уйти. Очень легко уйти. Вообще ничего. Кабучек как бы и не приходили. Потому я понимаю, что людям, когда говоришь, я проповедую так, как мне проповедовали. Это не популярно. Это не нравится. Мне тоже не нравилось, когда мне говорили. Но я внутри чувствовал, что мне говорят истину. Истина не нравится. Потому что кровь и плоть, они против. Итак, я прочитаю. Римляна 8 глава. С 5 стиха. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовной жизнь и мир. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога. И закону Божию не покоряются. Да и не могут. Не могут. То есть обязательно. Если не отвергнуть закон, то он его что? Изменит под себя. Вот что делает плотское. Редактирует так, чтобы это все равно служило моим интересам. Все равно служило моим желаниям. Все равно, если вообще-то нельзя, но если очень хочется, то можно. Все равно что-то. И когда Иисус пришел, он был в гневе, он просто визумлен был, насколько люди, имея Писание, все так подстроили, изменили, чтобы все это служило для их плотских вожделений. Все обслуживало их плотские вожделения. И он говорит, я пришел к погибшим овцам дома Израиля. Ну и состояние людей было погибшее. Массово погибшие, духовно погиблые люди. Мертвые духовно. С Библией в руках. И потому закону Божию не покоряются, да и не могут. Потому что живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же тот, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертвое для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых, оживит и вявши смертные тела Духом своим живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умышляете дела плотские, то живы будете. Есть два меня. Я недавно и сыну своему говорил, и старым всем говорили. Есть меня два. Я не один. Меня есть два. Есть два враждущих во мне человек. Есть плотской человек, есть духовный человек. Знаете, что они делают? Они постоянно, происходят только две вещи. Пока я не знал Евангелие, пока я не знал ни Бога, во мне не было этого конфликта. Во мне не было конфликта. Был только один я, какой я по плоти от родителей рожден. Но когда пришел Христос в мою жизнь, и Бог родил меня свыше, стало два меня. И возник конфликт. И с тех пор происходят две вещи. Или старый я закопает нового, рожденного по духу. Или этот новый я закопает старого. Вот это происходит. Вы знаете, состояние, в котором... И вот так попеременно бывает, что мы живем в таких состояниях. И тогда плотской наш человек начинает превалировать. Он начинает доминировать над новым. И наша жизнь возвращается вот в ту колею, как в мире этих людей. Многие вещи начинают... Они нас радуют. Они нам понятны, приятны. Мы смеемся этим шуткам. Мы радуемся этим радостям. Мы разделяем мнение людей. То есть мы становимся что? В плотской ветхий я. Берем, набираем силу. И мне начинает вполне удобно и комфортно жить в этом мире. Вполне нормально. Удобнее, лучше, проще. Потому что старого он уже почти закопал. У меня были моменты, когда старый я закопал. Ну, подзакопал хорошо, подзакопал. Но вы знаете, спасает одно. Мой двоюродный брат тоже, он уверовал позже меня. Он в Красноярске, в Лес-Сибирске он не живет. Он позже. Но он приезжал в гости и там уверовал. И как-то потом я время от времени... Он приезжал, встречаюсь. И один раз он говорит, слушай, со мной что-то плохо. Я говорю, как плохо? Ну, так, с виду вроде тот же самый. Вроде нормально. Верующий все говорит, послушай, в последнее время я, когда беру Библию, я ее читаю, но она для меня что, ничего не значит? Как просто книгу. Читаю, листаю, да, все такое мои слова. Я наизусть уже мной не знаю вещи. И говорит, а мне страшно. Я говорю, почему не страшно? Потому что, говорит, когда со мной нормально, мой внутренний вот духовный человек, когда я читаю Библию, он... Помните, младенец что? Когда встретила Елисавета Марию. И что младенец в череве Елисавете что? Взыграл. Вот это не зря местописание. Она показывает, когда мы живы духовно, когда духовный человек жив и управляет, он всегда в соприкосновении с Божьими вещами, он ликует. Он ликует. И Давид говорит, да, по-другому салмой, возрадовался я когда? Когда мне сказали, что? Куда пойдем? В дом. Мне не в ночной клуб, не в разлилиликалово, не куда-то на банкет, не где-то тусовка, где-то с этим миром, с людьми. Это говорит, когда пойдем? Возриковал. Возрадовался я. То есть, это состояние, это видно, когда новый человек, рожденный по духу, он доминирует над старым. Он подзакопал старого и контролирует. И тогда, знаете, происходит, что те вещи, которые вчера радовался. У меня так вот попеременно какое-то время было в жизни. Вот так. Бывало, в принципе, мирские вещи возвращаются, но так не явно. Они так поле стаянно. Но какие-то вещи, мне наоборот, я как на них отдыхать начинаю. Общение мирское, информация, все это, вот мне, как вот пища, как все это. Но когда духовный человек укрепляется, вдруг мне становится неприятно, не нужно. Я уже не могу смеяться тем шуткам, над которыми еще вчера смеялся. Они мне противны. Они скверняют. Я начинаю прямо чувствовать, что она скверняет меня. И что я делаю? Я избегаю этого. Я избегаю многих, многих вещей. Мне не нужно больше это общение. Я не могу там находиться, где и вчера находился. Я смотреть то не могу, что вчера еще спокойно смотрел. И радовался, и наслаждался, еще и другим советовал. Уже не могу. Потому что, когда духовный закапывает Плотского, все меняется. И потому, когда тебе говорят, пойдем в дом Божий, ты радуешься. Когда ты говоришь, потому что, так, у меня будет время молитвы, ты ждешь, когда у тебя появится время стать помолиться. Плотскому человеку, это невыносимо, для него как шмерт. Молиться, это кошмарно. Хоть бы 5 минут выдержать, 10, 15, ему уже скучно, ему мудно, ему плохо. И вот, когда мы следуем за этим, полегче, попроще, побыстрее, это всегда плотской человек. Это всегда, это всегда люди так хотят. Побыстрее, полегче, попроще. Поэтому люди под себя переписывают, создают религии, которые бы позволили это делать. Полегче, попроще. Спасение. Вы знаете, что интересно, одно наблюдение. Кто-то может возреться, слушай, а как же тогда, вот есть религии, где люди как спасение, очень тяжким трудом зарабатывают. Ну да, есть же, да? И люди помещают себя в суровые условия, истязают плетьми, да? Верие там, то есть, кандалы себя заковывают, распинаются на крестах, реально, мучают свои тела, умышляют, и все. И как же так? На самом деле, это более простой путь. Для плоти, она лучше согласится, вот так, зарабатывать спасение, чем подчиняться Слову Божию. Потому что, когда человек начинает слушать Слово Божие, в чистом виде, не редактируя его, а плоть умирает. Христовый Писание говорит, что сделали? Распяли плоть, со страстями и похотями. Она умирает, есть смерть, и потому она выбирает, с чем смерть, я согласен, лучше зарабатывать спасение, но только не получать его, Все равно по-своему, все равно хоть как-нибудь. Вспомните, да, историю, когда Саул, Бог поручил Саулу, ну, предать заклятию врага. Там, ума, война с Амаликом была. Он говорит, истребите Амалика. И он говорит, ничего не оставляй. Все, говорит, не бери ничего себе, да, ну, имущество, ничего. Враг, враг, все истребить. И потом приходит Самуил к Саулу, и Саул говорит, такой, вроде, ты знаешь, я все исполнил, Бог не поднял, все, война выиграна, а Малик, вот, то есть, царь Маликский, вот он, в плену, вот, а все, истребея, все. А говорит, а что это за пление, овец и волос, ну, я слышу, барну, в ушах моих. Это говорит, народ сохранил лучшее из добычи, чтобы принести в жертву. Вы понимаете, что произошло? А для Саула это закончилось катастрофой, потому что Бог в этом был судьбоносным. Бог отверг его и говорит, ты больше не будешь царем над Израилем. Почему? Потому что воля Божия, но путь вмешалась, и она свою все равно что, отыграла, все равно что-то оставит, все равно даже разрешит, все равно вот царя поменял. Говорит, слушай, ты царя оставь, с него начинать надо было истребление, а ты его там, он сидел у него за столом, как почетный возник. Овец остался, говорит, это нельзя было, ничего. Вот и произошла ошибка, которую сделал, в угоду плоди. Когда в плоди мы позволяем изменять истину под себя, истина не работает. И измененная истина уже не истина. Измененная истина, потом, когда я приходил к Богу, я понимал, что или будет, как Бог сказал, или не будет никак. Вот и все. Очень просто. И так все в жизни. Если я хочу получить что-то от Бога, если я хочу, чтобы действительно моя жизнь была с Богом, или будет, как Бог сказал, или не будет никак. Редактировать нельзя истину. Нельзя привносить желаемые изменения. Потому Иисус увидел, что люди редактировали, и Он говорит, погибшие овцы в дом Израиля. И вот людям проще иногда зарабатывать спасение. Они идут в монастыри, лишают себя всего, мучают свои тела, истязают себя голодом, наказывают, пытают свое тело, а не так повнили. Вот так телу, даже так плоти лучше, чем ему умереть на кресте, чем быть распитан. Не хочет плотской человек умирать. Никакими силами. Он согласен на любые жертвы. Только дайте ему жить. Но если дать ему жить, он закопает духовку. Мы сейчас прочитали. Дух и плот, что друг другу противятся. Произойдет две вещи. Или плотской человек закопает духовного, и плотской я. А плотской я что? Царство Божие что? Не наследует. Или духовный человек закопает плотского. И причем не просто закопает. Приходится все время наблюдать, потому что тот старый все время пытается что? Выползти. Приходится подкапывать время от времени. Постоянно. Причем каждый день. Апостол Павел об этом говорит так. Я каждый день что делаю? Усмиряю. И порабощаю тело моё, чтобы проповедовать другие самому не остаться недостойным. Самое опасное у нас, когда мы хотим, чтобы им как-то всё было проще, легче, и как-то так. И мир себе оставить, и Бога приобрести. Вот это люди идеально хотят. И Бог, чтобы был золотой рыбкой в их жизни, и желание их выполнял, и помогал им, и спасал, и защищал, и заболанки все исполнил. И мир этот, чтобы что-то хотя бы часть сохранить. Ну, они там подорвуются, согласны чего-то очень плохого отказаться. А что-то остальное, вот немножко овец оставил, царя оставил овец, ещё чего-то там, золото может, ещё чего-то оставить. Поэтому, дорогие друзья, бывает, когда истина не работает, когда мы начинаем, что мы не покоряемся. И Саул говорит, я послушался Господа, а Саул ему говорит, ты не послушался Господа. Частичное послушание не есть послушание. Частичное послушание это не послушание. И потому истина не работает. Потому не происходит ничего. Потому ничего и не получает человек от Бога. Потому что вот так, частично, частично, дорогие друзья, происходит, произойдут две вещи. Если мы рождены свыше, произойдут две вещи. Или ветхий человек закопает духовного, им плотской, тогда, что рождённые по плоти, это что, он живущий по плоти, умрут. Или духовный закопает плотского меня. И у этих двух людей разные судьбы. Плотской я совершенно отличается. У него другая судьба. Его другой конец будет. У духовного человека один конец, у плотского другой конец. Дорогие друзья, решаем мы, определяем. Вы знаете, что не хватает и надо людям быть просто достаточно честными. Когда человек врет себе, он врет всем. Он врет Богу и всем врет. Просто человек должен определиться для себя и сказать, послушайте, для меня этот мир милее. Я просто хочу здесь пожить, насладиться, как все живут, взять, что могу взять с этого мира и всё. Люди врут в том, что они хотят так пожить, а потом хотят войти в небеса. Ну просто надо определиться. Не надо себя врать. Надо сказать, мне не нужен этот Бог, мне не нужно это спасение, мне не нужно, зачем мне это служение, это тяжело, это неинтересно, это нудно, это скучно. Да, плотскому человеку вот это всё. А ему неинтересно, нудно, скучно, противно, тяжело, не нужно ему это всё. И он терпит, как я тогда, приходил тогда в плотском состоянии заслужение. И для меня это была пытка высидеть два часа. Да, потом, конечно, можно привыкнуть все день, но все равно ничего не будет происходить. Можно и привыкнуть все день. Можно просидеть всю жизнь до конца в церкви и в небеса не войти. Можно. 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 Дорогие друзья, сегодня для нас очень важно определиться, какой из двух человек сейчас доминирует в моей жизни. Мы должны ответить себе на этот вопрос. Потому что Бог его задает. Какой из двух человек сегодня? Какой из двух людей доминирует? Как это определить? А просто кто чем живет? Это определяется потом, чем и живет. Вы знаете, Бог избавил Лота, да? А почему Бог избавил? Есть причина, почему Бог Лота избавил. Причем не просто избавил, а послал за ним ангелов. Причем не просто послал, а за руку взял и что и вывел. Почему так Бог и заботился? Настолько конкретно для Бога было важно. Почему такая пека? Почему такая забота? Почему Бог так спасал Лота? Потому что писатель говорит, что сей праведник мучился в праведной душе своей, обращаясь между людьми неистово развращенными в виде и свыше делах развращенных людей. Он не радовался. Это ему было отвратительно, противно. У него где было друзей в этом мире? Он не мог с ними находиться. Он мучился с ними. Это отвечает, что Лот был какой? Лот был Божий человек, духовный. Вот и все. Вот определяет, кто я. И я себя так определяю. Я понимаю, с того момента, чем больше мне нравится то, что от этого мира, чем больше я нахожу удовольствие, радость и наслаждение в мирских вещах, тем больше плоской мой человек доминирует. И чем больше я нахожу радости в Божьих вещах, чем больше я радуюсь в Божьих вещах. Возрадовались, когда сказали, возрадовался я, говорит Давид, когда сказали мне, пойдем в дом Божий, тем больше я понимаю, что со мной хорошо. Тем больше мне противно, отвратительно. Шутки людей, их общение, их интересы. Я не могу их разделять. Мне это все не нужно, потому что во мне другая жизнь. И есть только два я. Я должен просто себе честно ответить, кто я сейчас, какое сейчас у меня состояние. Потому что, чтобы что-то изменить, для начала нужно поставить янус, нужно определить, кто я. Чтобы что-то можно было изменить, надо перестать себе врать. Потому что плотской я, в жизнь вечную, он никак с Богом, Бог никак не имеет дела с плотским я. Чтобы видеть со мной, делал что? Родил свыше. Нового меня. Он с ним имеет дело. С плотским мной, Бог дело что? Не имеет. А с духовным? Да. Он с ним говорит, ему отвечает. Если я хочу слышать голос Божий, я хочу получать ответы от Бога, это нужно, чтобы духовный я, что? Доминировал. Чтобы он подзакопал, я вообще закопал плотского. Вот все, что мы делаем, дорогие друзья. Это трудно. Это очень непросто. Немногие так приходят, потому что проще, по плоти жить проще, привычнее. По плоти жить привычнее, просто жить, как живешь, и все. Ничего не надо сильно менять. Уступки, пару ступок Богу сделать немножко. И надо Библию открыть, для вида почитать, на свечку посмотреть. Ну как? Но менять ничего радикально не надо. Потому что если истина приходит, приходится все радикально менять. Все будет меняться. Если Бог пришел в твою жизнь, вся твоя жизнь должна измениться. Должна. Все радикально, абсолютно. Вот и все. Потому важно, кто я сейчас, какой я человек. Или я плотской, или я духовный. Давайте встанем на нашу память. Отец Небесный, с искрением ты поступаешь истинно. И прежде всего, Господь, давайте еще одну же при тобой. Кто я? Чем я живу, Господь? Кто хочет быть другом этому миру, становится врагом Бога. И тут нет третьего, Господь. Тут нет третьего. Кто хочет быть другом Богу, становится врагом миру. И ощутит на себе это отношение. Это непонимание, презрение и прочее. Господь. Но очень важно, для меня сегодня, я думаю, для всех здесь присутствующих, чтобы быть Божьим другом, это лучше. Потому что мир, Писание говорит, все сгорит, земля и все дела на ней. Этот мир, он обречен. Ему все равно придет конец, Господь. Поэтому, Боже, я не вижу даже, что тут выбирать. Быть другом Божьим несравненно лучше. И мы сегодня выбираем, кто я? Друг миру, или я друг Богу? Я друг миру сегодня, Господь? Или я друг тебе сегодня? Чей я сегодня друг? Не может быть третьего. Нету третьего решения, нету компромисса, нету. Писание не дает мне этого. Оно совершенно четко говорит, если я принимаю эту истину, как она есть, то я определяю себе, кто я. Я сегодня друг миру, или я сегодня друг Богу? В каком мире сегодня я живу? Куда я иду сегодня? Если я сегодня умру, куда я попаду? Господь, да мой Отец Небесный, все начинается с правды, с истины, когда мы перестаем себе врать, и сами себя обманывать, и обольщать, и придумывать себе удобные теории. Господь, есть Твоё слово, есть Твоя истина, которая сегодня, пока есть время, она кричит, взывает к нам, потому что, Господь, Ты пошёл на самую большую жертву, чтобы отдать нам возможность изменить мир, в котором мы живём. Ты пошёл на самую страшную жертву. Ты видел своего сына, ты до сих пор его видишь, мучающимся, распитым, ты до сих пор видишь, как вбивают гвозди в его руки, ты до сих пор видишь всё это. Для Тебя это так, потому что Ты над временем, Господь. Мы этого не можем видеть, для нас это прошлое, но перед Твоими глазами это всегда стоит. Потому что, Господь, сегодня, сегодня у нас есть возможность определиться своё состояние, где я живу. Куда я иду, и куда я попаду? Отец мой, во имя Иисуса, Ты не хочешь, чтобы кто погиб? Ты не хочешь, Господь, потому что сегодня истина Твоя говорит, она многим не нравится, она противна, а многие смеются над ней, многие клевещут на неё, но истина останется, а всё остальное исчезнет. Истина прибудет, Твои слова прибудут, Господь. Прав окажешься Ты, не этот мир, не люди. Ты окажешься прав, Господь. Я не сомневаюсь в этом. Отец, я не сомневаюсь, Ты будешь прав. Ни один человек не будет перед Тобой прав, но только тот, кто принял Твою истину, Господь. Истину принял, без компромиссов, без вариантов, полноценную, в полноте, как она есть. Господь принял Твое слово. Благослови нас, Боже, чтобы нам сегодня быть мудрыми. Мудрыми быть непросто. На это понадобится, Господи, мужество. На это понадобится быть честным, искренним и откровенным, Господь, с Тобой. Чтобы честно признаться при Тобой. Чтобы честно, Господь, назвать своим именем, кто я есть и куда я иду. Чтобы можно было призвать Господа для спасения, нужно сначала, Господь, быть искренним и честным при Тобой. Тому, Отец мой, все можно изменить. Пока мы на этой земле, все можно изменить. Но просто люди не готовы платить эту цену. Они не хотят настолько радикально. Они готовы принять только какой-то вариант, который бы их устраивал. Нету вариантов, которые бы нас устраивали, Господь. Есть только Твоя истина и Твое слово. Нету других вариантов. Не будет, Господь, я знаю, их не будет. Будет или как Ты сказал, или никак не будет. Потому, Отец, я благодарю Тебя за Твое слово. Я благодарю, что Ты не врешь нам, Господь, не обманываешь нас. Ты говоришь нам четко и прямо, и конкретно, Господь, бескомпромиссно. Я благодарю, что Ты честен со мной, что Ты открыт. Я благодарю, Господь, что Ты говоришь вещи, которые, может, мне неприятны бывают, но они спасают меня. Они дают мне возможность быть спасенным. Я благодарю Тебя за эти Твои слова. Я благодарю за Твою любовь. Потому что в этом есть любовь, чтобы не лгать и говорить истину. И Ты есть любовь, Господь. Я благодарю Тебя за Твое Слово. Во имя Иисуса. Аминь.